Муай-тай, бой свободных людей, бой-танец, который пришелся по вкусу белорусам, не раз становился темой для разговора в нашей программе. Мужские характеры, которые куются в отечественных тренировочных залах для демонстрации на рейтингах мира, как нельзя лучше соответствуют тематике проекта. И тем более интересно показать личность бойца в ее развитии. Вернуться к жизнеописанию достойных мужчин никогда не помешает. Флб Фова. Флб Фу. А повод есть. Один из лучших на данный момент бойцов Муай-Тай Андрей Кулебин, личность уже знакомая постоянным зрителям нашей программы, на днях вернулся из Гонконга, где успешно защитил титул победителя турнира I-1. Причем сделал это в третий раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он в руках, никуда его не спрячешь. Привлекал людей, очень много подходил, интересовался, что же это такое. Ребята, вы откуда. Беларусь, Муай-Тай, победа. Поздравляли. Поздравляли. Ну, как вообще тайцы к нам относятся? Уважают? Тайцы уважают. Беларуцев уже уважают, знают и бои смотрят, поэтому это приятно. Вот этот пояс, да, покажи, что здесь, что он означает вот эти вот... Ну, я так понимаю, скажем, это I-1 везет как сам проект турнира. Восемь человек в одном турнире за один вечер проводят, разыгрывают титул чемпиона мира. Версия. Один Муай-Тай, один мир. Ну, такие определенные... Я дополагаю, это твой пояс чемпиона города, правильно? Да, это твой пояс. То есть ты его защищал? Ну, скажем, да, получается, что я его защищал, конечно. То есть ты его возил туда? Ну, нет такого пояса, который, скажем, переходящий. У нас, например, на каждом турнире разыгрывается новый пояс. Либо ты его проигрываешь, значит, и стоишься экс-чемпионом, либо ты играешь очередной пояс чемпиона. И это единственный пояс чемпиона мира, где, как вы видите, есть флаг Беларуси. Поэтому это, скажем, престиж и это то, что нас принимают в плеяду сильнейших команд нации этого вида спорта. Сейчас уже было, как бы, более-менее все знакомо. Когда ехали туда в 2006 году, это была непротаренная дорога. Нас там уже хорошо принимают, хорошо знают. Андрей там является суперзвездой. Его ждут, у него своя группа поддержки, причем очень многочисленные в зале. Это русскоязычные приходят болеть, и местные очень любят. То есть, ну, как бы, все было здорово. Единственное, что, конечно, столкнулись в этот раз с более тяжелыми боями, с более подготовленными противниками, поскольку готовились конкретно на Андрея. Время не стоит на месте. Тот, кто чувствует ритм его движения, меняется вместе с ним. Еще лет 10-11 назад белорусские тайбоксеры, бесспорные лидеры своего направления на просторах Былого Союза, могли похвастаться успехами, пусть и немалыми, но в основном на любительском уровне. Большинство первых строчек тайбоксерского хит-парада профессионалов, особенно в легких и средних весах, занимали представители Таиланда. Среди любителей в середине 90-х наша команда зарекомендовала себя неплохо. К примеру, на чемпионате мира 97-го года, который проходил в Бангкоке, сборная Беларуси заняла третье общекомандное место. Тот же небезызвестный ныне боец Дмитрий Шакута, выступавший тогда в весе до 51 килограмма, стал бронзовым призером. Годы шли. Герои любительского ринга становились профессионалами. При должном отношении к делу их звезды не меркли, а наоборот, становились только ярче. Три года назад Андрей Кулебин был уже известен как крепкий боец, но в основном с ним связывали надежды на будущее. Прошло не так и много времени, как он начал их оправдывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле, когда такие вот бои проходят и есть такой момент, когда ты замечаешь рост в себе, иногда с улыбкой можно смотреть в себя. У этого худенького мальчика в 60 килограмм, 57, который от экипировки там выступает. Поэтому, конечно, помню, но доволен всем, к чему пришел. И много целей еще впереди. Ну, здесь, да, даже 2005 год, это то время было, когда я вышел на ринге с действительно сильными противниками. Это был бой на день рождения короля Таиланда профессиональный. Это были уже бои 5 по 3. Это у меня первое выступление в 2006 год, восьмерка. Я один, поэтому изменив то, что ситна с нами с бойцом. Бойцом, который бьется умом, телом. Тело, которое подготовлено на все 200%. Поэтому чувствуется сила, психологическая уверенность. Ну, то есть, словами некоторые вещи не передать. Это уже как подзеленный наркотик, которым ты завис, и это уже твоя жизнь становится. Вообще, мне очень нравится, поэтому я не буду загадывать даты, когда собираюсь заканчивать, сколько собираюсь выступать. Это спорт. Спорт тяжелый, серьезный, жесткий. Вообще, мне очень нравится. Еще у меня много целей, которых я хотел бы, конечно, добиться в своей жизни. Какие? Победы. Победы, чемпионские титулы в других весовой категориях, в других турнирах, в других проектах. Подтверждать в этих же проектах, где я уже достиг. Поэтому победа, я думаю, это для каждого спортсмена, это и есть самоцель. Ну, Андрей Кулебин сейчас определенный, скажем так, уникум в белорусском спорте и в мировом тайском боксе вообще. Значит, хочу напомнить, что, может быть, поэтому ей титул дался так трудно, что это его 13-й титул мировой. Он единственный пока 13-ти кратный чемпион мира. Вот, причем 7 раз среди профессионалов, остальное по любителям. Значит, в тайском боксе, в отличие от бокса, нет разделения между любителей и профессионалов. И на любительский ринг допускаются профессионалы. И иногда, например, чемпионат мира среди любителей выиграть сложнее, чем выиграть там один титулный профессиональный бой, к которому готовишься, конкретно знаешь противника. На мире, бывает, Андрею приходится провести 5 боев с коротким промежутком, с очень сильными противниками. Плюс экипировка, которая не дает возможность быстро, четко и красиво нокрутировать, которая предохраняет противника. Вот, ну, развивается поступательно. То есть, есть у нас, конечно, еще определенные недостатки и в технике, и в тактической подготовке. Вот, мы над этим работаем. Ну, если бы все было идеально, то уже бы можно было просто остановиться. А так, мы видим нормальные поступательные движения от каждого турнира. К турниру мы видим, есть развитие, он становится все более зрелым бойцом. Вот, к тому же, за два года поменял две весовой категории. Он перешел, сейчас уже весовой категории 67 килограмм. К концу года мы планируем, возможно, перейдем в весовую категорию 71 килограмм. То есть, это тот мощный вес, где можно себя попробовать и в К1Макс, и в контендере. Вот, но для этого мы не будем форсировать это, конечно. То есть, мы это пойдем через нормальную подготовку, через силовую, физическую, определенную подкачку. Вот, и с ростом мастерства. То есть, это должно быть все оправданно. Он боец, который умеет держать себя в руках. Вот, для простого примера скажу, что после этого грандиозного турнира состоялся банкет. Два человека, которые на банкете были трезвы, это я и Андрей. Вот, но я вообще не пью, а Андрей, значит, может, значит, с друзьями, там, позволить себе какую-то там рюмку и так далее. Сейчас конкретно, потому что было достаточно много травм разбитых этих самых, он прекрасно знает, что, например, если позволишь себе хотя бы там 50 грамм алкоголя, эти же сосуды полопаются, и травм будут заживать гораздо дольше. Продолжение следует...